Приветствую вас, дорогие зрители моего канала, и я продолжаю мою тему похудения. Итак, советы худеющим к началу весны сегодня продолжатся на моем канале. Я, как специалист китайской медицины и диетологии, и мои рекомендации основываются именно на знаниях традиционной китайской медицины и диетологии и ритмах китайского календаря. Так вот, по китайскому календарю сегодня у нас наступила вообще-то уже весна, идет она с 4 февраля, и кто-то скажет, какая разница, ну весна это или зима, какое вообще это имеет отношение к желанию похудеть. То есть, знаете, дорогие мои, это очень даже большое значение имеет, потому что энергии, влияющие на нас, разные и зимой, и весной, и летом, и осенью, и это обязательно нужно учитывать. Так вот, весной наша стройность очень во многих случаях зависит от таких факторов, как первое, эмоции, и второе, грязь. Начнем давайте с эмоций, потому что это более нам понятно. Когда говоришь грязь, это что-то уже ассоциируется с такими весенними таями снегов, когда вот уже получается такая грязная жижа и так далее. Об этом в другой раз, немножко попозже. Начнем с эмоций, они для нас более понятны. Когда мы нервничаем, что у нас происходит? Мы съедаем гораздо больше, плюс сразу начинаем наседать на сладости, на булочки, чтобы как-то восполнить вот это внутреннее состояние гармонии. Многие говорят, что мне не хватает серотонинчика, вот этого гормона радости и гормона удовольствия, которые мы пытаемся получить именно из сладостей и таких каких-то приятностей пищевых, которые пытаемся заменить вот эти наши негативные эмоции. Вот и неудивительно, почему появились у нас лишние килограммы. Так откуда же берутся вот эти отрицательные эмоции? Кто в организме отвечает за их появление? Для тех, кто не в курсе, виновница этому всему, это наша любимая печень, да, дорогие мои. И весной, почему нас колбасит все больше и больше, чем другие сезоны? Почему весной часто народ именно в депрессиях, да, мы считаем, что это какой-то авитаминоз, у нас весенняя депрессия, да, как бы такие весенние обострения и так далее, да? Откуда все это? А заправляет всем этим наша печень. Весна – это ее сезон. И когда она начинает вести себя, как непослушный сорванет, когда именно весной, и нам надо этого сорванца как-то утихомирить, чтобы решить свои задачи. Какие у нас задачи, помню, да? Мы худеем. К сожалению, часто то, что мы едим весной, в надежде похудеть, еще больше вредит печени, делает нас вот еще больше злыми, еще больше скандальными, еще больше агрессивными, еще больше стрессовыми. Вот почему большинство худеющих часто в негативе, чем в позитиве? Вы даже замечаете, да, что когда мы худеем, нас все раздражать начинает, особенно если мы едим еще неправильно при этом. И мы, женщины, особо зависим от эмоций. Вот что бы мы ни говорили, мы так устроены, природа нас делала такими, поэтому нам особо надо контролировать питание, контролировать то, что мы едим, чтобы нас, нам суметь контролировать свои эмоции, контролировать свои нервы. Не через депрессанты, на которые очень многие долегают, да? Этим мы убираем только следствие. Следствие, то есть саму вот эту невру, да, сами эти нервы, мы будем воздействовать на корень, на причину появления нервов. Когда мы спокойны, мир нам кажется более солнечным. Мы независимы от еды и от сладостей, мы всех любим, и нас все любят, соответственно. В спокойном состоянии нам легче решить любые задачи. Поэтому печень – это тот орган, на который весной нужно особо обратить внимание. Ее здоровье очень сильно зависит от того, что мы едим. И как раз в следующем видео я вам расскажу о том, что же все-таки вредит нашей печени. Не пропустите новое видео. Если вам понравилась сегодняшняя беседа, пожалуйста, подписывайся на мой канал, чтобы получать все новинки первым. И также не забудь поставить лайк, тебе будет к этому моя особая благодарность. До новых встреч в новом видео. С вами была я, Таяна Орехова. Субтитры сделал DimaTorzok